Болезненно Сжимается сердце От тяжкого предчувствия Неужели не удастся Мне опять дышать Этим тревожником Этой живительной силой Просыпающегося над дымящейся В одно утро Если бы мне Сию минуту перенестись В родное место Целовал бы вес И заплакал Глубок Глубок смысл природы Если его понять кто может Федор Васильев Крым Декабрь 1871 года Я никогда не мог учиться Ибо на учение Нужны деньги То есть не собственные На учение А на жизнь В это время Так как я готовых денег Никогда не имел А напротив Имел вместо Несемейства Которые после смерти отца Некому было прокормить Кроме меня То и принужден был Работать Пятнадцать лет Отложить надежды Совершенствовать Как художник На лучшее время Просыпаясь Тише Гребен А лампа Все горит И сам Васильев Горит Горит Всем существом Ярче Нашей скромной Лампой Лицо его Сияет Творческой Улыбкой Голова Склоняется То вправо То влево И рисунок Он часто Отводит Подальше От глаз Чтобы видеть Общие Долго-долго Глядел я на него Дремал Засыпал Просыпался А он Все с неумешающейся Страх Все скрипел Крандашом Вот откуда Этот невероятный Опыт Наши мастер В одном из номеров Газеты Морнинг Вот За 1832 год Читаем Мы желали бы Чтобы Господин Васильев Приехал к нам В Лондон И написал бы Наши лондонские Улицы Во время Ответили Потому что Мы уверены Что никто Бы не написал Их Так Как Склон Взгляните На его Отличную Картину На мокрую Грязь На серый Грязный Коричневый Снег Заметьте Так же Текущую Воду И общую Слякость Скажите Не он Ле Настоящий Артист Для Этой Задачи Картина Оттика Была представлена Федором Васильевым На Конкурсе Общество Поощрению Художи В 1871 Годне Была Достоина Первой Третьей В то время Как Картина Заминитого Саврасова Печорский Монасты И вторую Павел Михайлович Третьих Гог Приобрел Картина Васильева Для Своей Галереи С этого Момента Великий Собиратель Принял В судьбе Юноши Горячий Участь И кто знает Если бы Не он Имели бы Мы счастье Наслаждаться Пусть И Не Многими Но Воистину Не Затемными Пейзажами Васильев Во время Работы На Дочке Серью Художник Просудил За Жизнь Заболел Для Поправки Здоровья Врачи Достаивали На Безоблагательном Отвезде Крым Ему Пришлось Поменять Все Свои Планы Тяжким Сердцем Прощался Своей Друзьями Родным Петербургом Удалости Его Уже Не Суждено Бого Спаси Друзьями 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 К вам, как к единственному человеку, способному помочь мне в настоящий момент. Положение мое самое тяжелое, самое бездушное. Я один в чужом городе, бездельный и больной. Будьте же здоровы, любезные, друзья, мужайцы. Кто с молоду хворает, от старых крепче бывает. Всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Новый конкурс «Общество поощрению художеств» намечен на март 1872 года. Может быть, вы найдете возможность конкурировать? Ваш преданный третий титул. В новой картине «Мокрый лук» Василий поддает все свое время и тесное силу. Присланная на конкурс в Петербург, она изумляет всех. Третий год оставляет ее за собой. Кромской, пишет Васильеву в Крыму. Она сразу, до такой степени, говорит ясно, что вы думали и чувствовали, что, я думаю, и самый мотив природы не сказал бы большего. Буря прошла, но в пейзаже есть все-таки ощущение безнадежности. И все это вы. Эта картина рассказала мне больше вашего дневника. Что нужно непременно удержать в будущих ваших работах? Это то окончательное, которое без сухости дает возможность не только узнавать предмет, но и наслаждаться его красотой. Это трава на первом плане. Это тень от облаков, убегающая вдаль. И потом счастливый, какой-то фантастический свет. Особенно, и в то же время такой натуральный, что я не могу оторвать двадцать. Мой мокрый лук – воспоминания о России. Ибо в Крыму, кроме мерзости, бед и болезней, на меня не упало ни единого светлого луча. Разве что иногда забываешься перед натурой. Только ее грандиозность и красота доставляли мне действительно счастливые и милые. Чувствую себя все хуже, но удержаться не могу и хочу, даст Бог, успеть окончить в конкурсу одну из значных картинок, а именно с татарской повозкой в горах. Надо обладать чутьем и стихом Васильевым, чтобы из экзотической природы Крыма выбрать столь простой и вместе с тем столь значительный мотив, пишет Трамской. Вот теперь, несмотря на поэзию и талант, пожалуй, можно отыскать следы чего-то заимственного или, по крайней мере, чего-то знакомого. Но две картины Васильевского, присланные им из Ялты «Мокрый луг» и «В крымских горах» представляют черты уже совершенно самобытного взгляда на природу. В его крымском пейзаже есть высокое торжество. И эти три сосны оденокие вызывают в память какие-то забытые стихи, где-то на каком-то старом камере написано. Я рассказать вам не могу, что я испытываю, когда вижу этот взгляж. Васильев Третьяков. Я не мог работать над чем-нибудь до тех пор, пока останусь доволен. Я должен был работать до того времени, пока были у меня деньги. Вышли деньги, нужно кончать карту. Словом, если я не исписался, даже наоборот, постоянно беру какую-нибудь премию, то этим я обязан не себе, а талантом. Но иметь талант еще очень мало. Нужно при одном таланте иметь другой. Талант правильный и в лучшую сторону развиваться. Я уверен, что имею и этот другой талант. Павел Михайлович, поверьте моей судьбе, я был бы теперь уже хорошим художником. И я добьюсь своей цели даже и при таких обстоятельствах. И остановить меня сможет только единственная вещь. Болеть не смешно. На склоне лес Крамской писал. Часто в последние годы приходит мне на память честный, горячий и гениальный мальчик Васильев. Как он рано догадался о той пропасти, которая разделяет две жизни, природой и человеком. Васильев любил природу и понимал ее. Ведь это так редко дается человеку. И Васильев умеет. Он ко мне часто обращался с вопросом, зачем у меня в большинстве случаев такое горечное выражение, когда я счастлив. Он этого не мог понять, что личное счастье еще не наполняет жизнь. Не мог, потому что ему исполнилось тогда всего 25 городов. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok